Мир, труд, май, дорогие друзья. У нас всю ночь лев дождь, вы посмотрите, какие лужи тут у меня. На всем участке, конечно же, все тут. Ну ничего. Пойдемте покажу теплицу. В теплице тоже вода. Так, по градусам у нас, у нас, у нас, ну, почти 10 градусов, хотя на улице 3 градуса. Я хочу показать, как сейчас выглядит моя теплица. Я ничего еще тут не делаю, потому что здесь стоят горшки, здесь стоят стаканчики. Да и смысла сейчас что-то делать нет, потому что у нас ночами еще в ближайшие несколько дней будет минус. Я же не высажу сюда эти же томаты, там, или огурцы, или еще что-то. Поэтому не торопимся, покажу, что тут у меня сейчас растет. Лук. Луку здесь нравится, очень даже нравится. В этом году, кстати, я не буду еще пока копать огород. В том году в это же время уже было вскопано, потому что не было как бы как такового дождя. А в этот год еще подожду. Так, вот флокс. Это у меня. Так. Это неон. Мистик грин. Так. И вот этот флокс, он у меня просыпается, но я не знаю, какой-то сорт у меня. Но тоже он какой-то такой с зеленоватым оттенком. Возможно, это тоже неон, а может щербет. Точно не могу сказать, пока не расцветет. И расцветет, да мне, в принципе, не важно, какой он сорта. Мне главное, что его очень нравится, как он свечет. Так, петунечки. Петунии вот эти вот поедут у меня завтра к маме. Я их увезу. Так, эти петунии тут. Что-то заберут. Ну, думаю, что заберут, что не заберут. Высажу себе, вообще не заморачиваюсь. Так, и устома пошла в рост. Кстати, устоми в этом грунте, и вот, да, то, что тут влажность, ей нравится намного, намного больше. Ну, вот бесконечное лето тоже тут. Почки внизу запросыпались. Уже который год я говорю себе, что мне не нужно много цветов, но что-то идет не так. И, в общем, мне едут гортензии. Скоро покажу распаковку. Так, это струкбрибус. Он просыпается активно. Я уже говорила, что мне не нравится, да, что я здесь вот оставила много. Немножко подожду. Вот здесь слепые почки. Вот они. Вот. Куст молодой. Я высажу его в открытый грунт и, скорее всего, почикаю. Ну, посмотрю. Главное, чтобы не плакала. А вот эти череночки попробую укоренить. Ну, если получится. Попробовать нужно. Так. Трава. Вообще трава. Вот все бы так росло, как трава. Так. Здесь просыпается душистый горошек. Просыпается, всходит один пока только. Душистый табак ни в какую. Циния, которая мне так очень нравилась, ни в какую не сходит. А эти вот, дружочки, все. Значит, появляются настоящие листочки. Так, ладно. Просто прохладные. Вчера вот была жара. Ну, в теплице было очень жарко. А сегодня вот эти 10 градусов. Так. Здесь у нас бархат. Бархатцев тоже просыпается. Тут, ну, вернее, появляется настоящий листочек. Тут георгинки тоже вон заходили. Кстати, георгины у меня еще дома есть. Они уже цвет у меня набирают. И нужно посмотреть. Оба сорта мне удалось сохранить. Или только один. Так. А, еще покажу, что у меня здесь наверху. Вчера высадила в кашпу. Здесь исключительно одна лобелия. Так. А здесь у меня... Как же тебя зовут-то забыла? А, сбежавшая невеста здесь у меня традисканция. Ну, скорее всего, мне этот черенок отправляли в подарок. И, возможно, это спрей или как-то там называться. В общем, она может у меня будет зеленая. Не знаю. Но посмотрю. Вот я вынесла ее на улицу. И вижу, что у меня... Ну, как в теплицу. И вижу, что появляются все-таки светлые вот эти оттенки. Ну, посмотрим. Это тоже традисканция. Знаете, коллизии? Коллизии я специально так высадила. То есть я их высаживаю. Они у меня были в нескольких маленьких стаканчиках. Я их придавливаю землей. Прямо вот так вот вдавливаю туда-вовнутрь. И они там прекрасно дают корни туда-вот. Ну, то есть у коллизии, в принципе, с этим проблем нет. Вот мне не нравится, например, вот эта вот палочка, которая здесь торчит. Я ее вдавлю в грунт. И все. Пиларгошки плющелистные. Вчера еще, кстати, немножко просаживала мяту. Это в сор дюшес. Аромат от нее просто. Она, наверное, одна из самых очень сильно пахнущих мят. Пахнет такой, знаете, мятной карамелькой дюшес. Вообще прям вот. Так. Ну, это фокси и тут у меня. Питунька. Знаете, две решила посадить у литрового кашпо. Ну, так, эксперимента ради. Ну, вот эта вот дамочка такая приземистая. Вот эта. Ну, вот эта она ампельная. Ну, то есть она вот из междоузли тут, в принципе, пускает. Дихондра. Дихондра вон из грунта начала пускать тоже в ней. Ну, то есть дихондра здесь нравится больше. Здесь у меня серебристая, обычно зеленая. Ей здесь вот именно. А в теплице нравится больше, чем дома. Вот. Так. Хризантемки. Здесь у меня мультифлора и корейская. Это здесь те, кто уже укоренились. То есть у кого маленький корешок, у кого побольше. То есть, ну, вот они у меня здесь тусят. А вот эти пока еще не дают корешка. Ну, подождем. То есть как бы с хризантемами, в принципе, я не заморачиваюсь. Они укореняются, как по мне, так нормально. Никаких танцев с бубнами, здесь ничего не нужно. Вот такая красота. Ждем, в общем, теплой весны уже. Надеюсь, что она уже скоро к нам придет. Потому что в апреле, да, было тепло. Вот сейчас май. И смотрю до 9 мая погоду. Там как бы, ну, прохладненько так довольно. Такие ночами и плюс один, и минус один показывают. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. Всем всего самого наилучшего. Всем всего самого прекрасного. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok